Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом своего нового очень вкусного торта. Честно говоря, я его уже готовила, наверное, раз пять, и все, кто его пробовал, говорили, что это самый вкусный торт, который они когда-либо ели. Мне этот тортик тоже очень нравится, поэтому с удовольствием покажу, как я его готовлю. Сначала будем готовить бисквит. Для него желательно яйца и лимон заранее достать из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. А также сразу можно подготовить форму. У меня она диаметром 22 сантиметра. Изнутри я ее смазываю растительным маслом и немного присыпаю мукой, а донышко застилаю пергаментом. Чтобы потом не терять времени, можно сразу подготовить лимон. Снимаем с него цедру. Это только желтая часть, без белой прослойки, так как она горчит. Все эфирные масла содержатся именно в желтой части. Я беру средний лимон и получается где-то 1 столовая ложка лимонной цедры. А также сразу можно выжать лимонный сок. Духовку я сразу же включаю разогреваться до 180 градусов. В миску разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и взбиваем где-то 30 секунд. Яйца комнатной температуры взбиваются немного медленнее, но зато потом более устойчивые. А яйца из холодильника взбиваются быстрее, но также быстрее опадают. Теперь всыпаем сахар, добавляем чайную ложку ванильного сахара, либо щепотку ванилина и взбиваем дальше около 7-8 минут в крепкую пышную массу. У меня миксер мощный, поэтому взбиваются яйца очень быстро. Если ваш миксер меньшей мощности, то взбивать нужно немного дольше. Ручным миксером у меня уходит около 10-12 минут. Конечно, чем лучше будут взбитые яйца, тем пышнее получится бисквит. Если миксер совсем слабенький, тогда лучше разделить яйца на желтки и белки и взбивать их по отдельности с половиной сахара, а потом просто объединить венчиком либо лопаткой. Теперь добавляем лимонную цедру и перемешиваем буквально секунд 10. Бисквитное тесто не может ждать, поэтому духовка должна быть уже разогрета. Яйца должны хорошо посветлеть, увеличиться в объеме и стать пышными, а след от венчика не должен растекаться хотя бы секунды-три. По желанию в муку добавляем пол чайной ложки разрыхлителя, в три приема просеиваем и аккуратно перемешиваем венчиком либо лопаткой. Перемешиваем осторожно, но уверенно, чтобы промешались все комочки муки и масса была однородной. Как только первая часть мешалась, добавляем вторую. Точный список всех продуктов всегда есть в описании под видео и в конце видео. Вот такое воздушное получается тесто. Сейчас останется только ввести масло и лимонный сок. С растительным маслом бисквит получается более мягким и воздушным. Конечно, вы можете заменить его на растопленное сливочное, но тогда бисквит будет немного плотнее. Тоже хорошо все перемешиваем и тесто готово. Также можно перемешать лимонный сок и масло, добавить к ним немного теста и потом уже ввести в общую массу. Оно очень воздушное и пышное. Перекладываем его в форму, разравниваем, а также можно шпажкой сделать вот такие круговые движения, чтобы убрать лишние пузыри воздуха. Выпекаем бисквит в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 30 минут. Все рецепты на канале в режиме верх-низ без конвекции. Во время выпечки, естественно, духовку открывать нельзя, иначе бисквит опадет. Бисквит готов. У меня он выпекается около 30 минут. Обязательно проверяйте в центре деревянной палочкой. Она должна выходить полностью сухой, без остатков мокрого теста. А также можно проверить нажатием. Бисквит должен возвращаться в прежнее положение. Я его оставляю остыть на минут 10-15, а потом снимаю форму и перекладываю остывать на решетку. После того, как бисквит остынет, желательно его обернуть пищевой пленкой, либо положить в пакет и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы он отдохнул. Сейчас приготовим начинку. Для нее я буду использовать клюкву. Она у меня уже перетерта вместе с сахаром. Можете брать пропорции по своему вкусу. Главное, чтобы в сумме получилось 450 грамм. У меня здесь где-то 300 грамм ягод и 150 грамм сахара. Можно использовать и свежие ягоды, можно и замороженные. А также я подготовила желатин. Ранее залила его водой, чтобы он набух. Сейчас его нужно распустить до жидкого состояния. Можно это сделать в микроволновке короткими импульсами, постоянно перемешивая, либо аккуратно на медленном огне, также постоянно помешивая. До кипения доводить не нужно, он просто должен стать жидким. Желатин я уже распустила. Так как он теплый, лучше добавить немного ягодной массы и перемешать, а затем уже объединить. Хорошо перемешиваем до однородного состояния и оставляем застывать. Если бисквит уже отлежался, то можно поставить в холодильник, чтобы начинка схватилась быстрее. А сейчас приготовим крем. Я буду сегодня использовать свой любимый крем, который я вам уже показывала несколько раз. Он будет на основе сметаны, сгущенного молока и лимонного сока. Он очень хорошо подходит к этому торту и сам по себе совсем не жирный. Все продукты для крема должны быть очень холодными. По желанию к сметане всыпаем чайную ложку ванильного сахара и вливаем сгущенное молоко. Вот видите, оно густое и не льется как вода. Сейчас эту массу нужно очень хорошо взбить около 4 минут. Этот шаг тоже пропускать нельзя, так как за это время продукты хорошо объединяются между собой и насыщаются воздухом. Сметана должна быть полностью натуральной и желательно пожирнее, чтобы крем получился более плотным. Я обычно беру жирностью 25%. Это обычная сметана из магазина. Если будет домашняя, то соответственно крем получится еще более плотным. Сгущенное молоко тоже должно быть хорошего качества. В его составе должен присутствовать только сахар и молоко. С ненатуральным сгущенным молоком такой крем не получится и не загустеет, поэтому можно даже не пытаться. Вот посмотрите, крем стал сейчас очень жидким, буквально льется. Но сейчас добавим лимонный сок и он загустеет. Продолжаем взбивать и тонкой струйкой вводим лимонный сок. Сколько его понадобится точно я не могу сказать, но обычно это где-то 60-70 грамм. Где-то один средний лимон. Масса на глазах начнет густеть и становиться более плотной. При желании сюда тоже можно добавить цедру лимона. По сути, здесь все очень просто. От лимонного сока сметана начинает сворачиваться, а так как при этом происходит взбивание, то не образуются никакие комочки и крем просто становится более плотным. Я его очень люблю и использую во многих своих тортах. Если никогда не готовили, то обязательно попробуйте. Он очень вкусный. После введения сока я взбиваю крем еще около 2-3 минут. По сути, он снова стал выглядеть как сметана. Он, конечно, не настолько плотный, чтобы им украшать торт и делать какие-нибудь розочки, но он очень хорошо подходит для прослойки. Сейчас он еще такой достаточно мягкий, но после охлаждения станет еще более густым и плотным. Пока остывает начинка, я его тоже убираю в холодильник. Бисквит у меня отлежался несколько часов в холодильнике. Чтобы торт получился светлым, я обычно срезаю верхнюю корочку. Это, конечно, не обязательно, только на ваше усмотрение. Тогда не будет таких золотистых просветов, и торт, на мой взгляд, получается более красивым. Бисквит получается довольно высоким, поэтому я его разрезаю на 4 коржа. Коржи получаются тоненькими, но они очень хорошо пропитываются, и в торт можно поместить больше начинки. Если хотите, можете разрезать и на 3 части. Вот, посмотрите, какой классный бисквит. Он хорошо отлежался, и по ощущениям такой влажный и холодненький. Он очень воздушный и мягкий. Я его уже тоже использовала для других тортов и вам показывала. На сегодняшний момент это один из самых моих любимых рецептов. И еще он очень вкусно пахнет лимонной цедрой и ванилью. Так как в него добавляется лимонный сок и растительное масло, то он получается немного влажным. Все-таки лучше дать бисквиту отдохнуть в холодильнике. Благодаря этому в нем хорошо распределяется вся влага, и потом при нарезке он не крошится. У меня уже все готово для сборки торта. Начинка уже начала схватываться и густеть. Можно ее хорошо перемешать. И вот после холодильника посмотрите, каким стал крем. Он очень густой и воздушненький. А по вкусу этот крем очень напоминает подтаявшее мороженое. В общем, очень вкусный. Я его делю на 3 части. Одну часть делаю немножко больше, и от нее отделяю буквально совсем немного, чтобы потом подровнять верх торта и бока. Начинку я также условно делю на 3 части и одну часть перекладываю в кондитерский мешок. Торт я буду собирать в разъемном кольце, либо можно собирать в форме, в которой выпекался бисквит. С боку я укладываю ацетатную пленку. Выкладываем первый корж и одну часть крема. Хорошо распределяем. Коржи дополнительно я ничем не пропитываю, так как вся сыворотка из крема впитывается в коржи, и торт получается очень мягким и вкусным. В мешке делаем срез чуть больше 1 см и рисуем вот такие колечки. Также можно просто вести спиралькой. Сверху накрываем вторым коржом, немножко прижимаем. Слишком сильно, конечно, давить не нужно, чтобы начинка не сплющилась. Снова покрываем бисквит кремом и выкладываем начинку. Если хотите, то можете крем заменить на какой-нибудь другой, например, взбитые сливки или просто сметанный крем с сахарной пудрой. Торт получается высоким, чуть более 10 см, поэтому если будете собирать в форме, в которой выпекался бисквит, то нужно будет нарастить высоту с помощью пергамента, либо плотной папки. Крем после охлаждения очень плотный, с ним легко работать. И, кстати, многие потом спрашивают, получается ли кислый крем от лимонного сока, но я вам точно могу сказать, что это абсолютно не так. Да, в нем присутствует, конечно же, кислинка и от сока, и от сметаны, но там же ведь еще есть сгущенное молоко, поэтому на наш вкус получается идеальный крем. После сборки его нужно убрать в холодильник для пропитки и стабилизации. Я обычно готовлю с вечера, поэтому оставляю на всю ночь. Чтобы сверху он не заветрился, нужно прикрыть пищевой пленкой, либо крышкой. Небольшое количество крема у меня осталось, и завтра я им подровняю торт. Оставшуюся начинку я тоже убираю в холодильник и буду потом использовать для украшения торта. Когда я готовлю торт для домашних, то даже не украшаю ничем бока. Можете тоже так оставить, если хотите. Здесь я соединила оставшийся крем, добавила густой отвешенной сметаны и немного сахарной пудры. И этим кремом я уже буду выравнивать весь торт. Также можно вспить где-то 200 грамм жирных сливок, добавить немного сахарной пудры и тоже выровнять торт. Недавно купила поворотный столик и поняла, что это настолько удобно сейчас. Торты просто моментально выравниваются. Так что если вы тоже часто готовите торты, рекомендую приобрести. Это очень нужная вещь. Украшения будут занимать гораздо меньше времени. Бока я подравниваю обычным столовым ножом, но также можно взять прямоугольный шпатель. По желанию сверху можно сделать узор. У меня есть такой рифленый шпатель, либо можно это сделать обычной вилкой. Я обычно подробно не останавливаюсь на украшении, но потом очень многие спрашивают, поэтому сегодня подробнее расскажу. В небольшую часть крема я добавила зеленый краситель, чтобы сделать листочки. Также можно взять свежую мяту, например. Здесь оставшаяся начинка и немного плотного крема для цветов. На канале уже есть огромное количество различных тортов на любой вкус. Я их собираю в отдельном плейлисте, ссылку на который на всякий случай оставлю в описании под видео. Зайдите, посмотрите, может подберете что-нибудь для себя. Но этот тортик тоже обязательно приготовьте. Чайной ложкой я срезаю начинку и как раз получается красивая круглая серединка для цветочка. В этот торт, конечно, можно использовать и какие-нибудь другие ягоды. Лично для нас, конечно же, клюква является фаворитом. Она просто идеально подходит к этому торту. Также я готовила с вишней, со смородиной, получается тоже очень вкусно. Но, естественно, можно и взять какие-нибудь другие ягоды, например, клубнику, чернику, ежевику или малину. Здесь все только на ваше усмотрение. Но, конечно, в зависимости от ягод тогда регулируете сладость начинки. По моим пропорциям торт получается как раз умеренно сладким. Он и не приторный, и не кислый. Я просто не могу передать, насколько вкусным получается этот торт. На мой взгляд, он просто идеальный. Он получается очень нежным, мягким, воздушным, легким. Он совершенно не жирный, и один кусочек съедается просто с огромным удовольствием. Хотя, думаю, многие даже по два с легкостью съедят. Для меня это просто идеальное сочетание. Здесь очень мягкий ароматный лимонный бисквит, очень нежный крем по вкусу напоминающий потаившее мороженое и яркий вкус клюквенной начинки. Сыворотка от крема сбегает на коржи, и они очень хорошо пропитываются. Поэтому, в целом, торт получается очень сочным. Хоть я его готовила уже несколько раз, но я каждый раз его ем и просто про себя проговариваю, как же вкусно. Я уверена, если вы приготовите такой торт, то вспомните эту фразу. Торт довольно большой, поэтому его хватит на большую компанию. Такой торт понравится не только взрослым, но и деткам. В нем нет ничего вредного, поэтому можно готовить на любые праздники. Каждый раз этот торт ешь как первый раз и понимаешь, что это просто очень вкусно. Жевать его абсолютно не нужно. Он просто настолько мягенький, воздушный и по сладости вот как раз то, что нужно здесь. В принципе, сладенький бисквит и кислинка от сметаны и от ягод. Клюква сюда просто идеально подходит, но я еще готовила с лишним. Ну, конечно, можно какие-нибудь и другие ягодки взять. Но, на мой взгляд, всегда лучше подойдет что-нибудь такое чуть кислотное, например, с муродином. Вот вишня, брусника, клюква. Так как вся сыворотка уходит в каши, то остается такой хороший слой вкусного крема с отгущенкой и сметаной. Я вам это рассказала, что очень похоже по структуре на сливки, только есть еще присущая сметане кислинка. Просто потрясающе вкусный торт. Срочно, срочно все заготавливайте клюковку. Я уверена, что многим очень понравится такой тортик. Но я его тоже приготовлю еще не раз. И, кстати, вот лимонный бисквит сюда тоже идеально присутствует. Короче, этот торт просто идеальный тортик. И, кстати, этот торт понравится не только взрослым, но и детям. Это 100%. Его ел мой племянник просто с огромным удовольствием. Хотя он еще маленький и особо вкусов не понимает, но этот тортик ему прям очень нравится. Так что, обязательно и так. Уверена, что такой торт вам тоже понравится, поэтому с нетерпением буду ждать ваши комментарии и отзывы. На сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем удачной выпечки и приятного чаепития. Субтитры сделал DimaTorzok